Всем доброе утро. Сзади меня плавает уточка. Тоже вам придает привет. Я собралась в тренажерный зал, но открывается только в 8 утра, через 15 минут. Поэтому решила выйти и поприветствовать вас. И просто поболтать. Очень приятно, когда пишут люди, что смотрят мои видео, им нравятся мои видео, следят за моей жизнью и так далее и тому подобное. Очень честно, честно, очень приятно и неожиданно на самом деле. А с другой стороны, я еще, знаете, что заметила? Что когда ты, если, допустим, раньше ты постоянно выставлял видео, каждый день было такое, что каждый день ты по два, по три видео выставлял, что люди постоянно за тобой смотрят и подписываются на тебя. А сейчас, когда, особенно последнюю неделю, последние две недели, когда у меня, скажем так, нет такой возможности, чтобы записывать видео каждый день, выставлять каждый день или просто нечего реально записывать, то люди просто отписываются. И я могу сделать такой вывод, что все-таки это как работа. YouTube – это работа на самом деле. То есть ходишь на работу каждый день, люди, то есть ты получаешь зарплату, не хочешь на работу, не получаешь зарплату. Здесь то же самое, только с людьми. Выставляешь видео каждый день, тебе люди смотрят, на тебя подписываются. Не выставляешь видео, они от тебя отписываются. Вот так вот. Ну, к сожалению, я ничего с ними не могу поделать, потому что не могу выставлять видео каждый день. Потому что реально иногда нечего выставлять. И в последнее время очень много-много дел, которые очень важны на самом деле. Так, что еще я вам хотела сказать? Еще я хотела вам рассказать, что у нас здесь творится в последнюю неделю в стране. За эту неделю у нас произошло два самоубийства. Я не знаю, слышали вы или нет. В начале недели женщина, известный такой дизайнер, я не знаю, как у вас, вы знаете ее или нет, говорили вам или нет, в Нью-Йорке. И она покончила с собой. Написала записку своей 13-летней дочке. Это не твоя вина, спаси папу. Или папа знает. Что-то типа того. Ну, короче, жесть полная. Ладно. Каждый день говорили про нее, про нее. И вчера с утра новость, новая. Известный телеведущий покончил жизнь самоубийством во Франции. Я в полном шоке вообще. Еще такой телеведущий, передачу которого я постоянно смотрела. То есть он ездил вокруг света и ходил в разные места. То есть он был такой критик еды, скажем так. Ходил в разные места, ресторанчики и снимал видео. Разные страны, разная еда и все такое, в общем. То есть такой классный мужичок. Ему было 61 год. И вчера передают по новостям, что он во Франции в своем гостиничном номере себя повесил. Я просто в шоке, реально. И после вот этого вчерашнего события, мне просто как-то... Я начинаю задумываться. Что вот эти люди, они были очень успешными людьми. У них было все, можно сказать. У них была слава, успех, деньги, работа, дело, которое им нравится делать. Но чего-то им в этой жизни не хватало. Не было, скорее всего, что... Счастья не было, скорее всего, что и просто люди не выдерживали. И просто можно сделать такой вывод, что успех, деньги, слава не делает людей счастливыми. Для счастья, на самом деле, мне кажется, этого не нужно. Какой смысл гнаться, заработать все деньги на этом свете? Для чего, если они тебе, на самом деле, не принесут никакого счастья? Раньше мне казалось, сколько-то лет назад у нас здесь произошло тоже такое же похожее событие, но с человеком, простым человеком, который жил в районе, где я раньше жила. Такой мальчик счастливый, вечный. Как я его вспоминаю, он постоянно улыбался такой весь, постоянно занимался спортом. Такой, знаете, жизнерадостный каждый день. Как я его не вижу, постоянно улыбается вообще такой... Просто со стороны казалось, что человек настолько счастливый, настолько у него в жизни все замечательно. и потом ты один день узнаешь, что он тоже себя решил убить. Я была в полном шоке просто. И почему-то на тот момент мне казалось, что... люди такое делают, потому что у них что-то не получается в жизни, допустим. Многие вот приезжают сюда к нам в Майами, не знаю, в Штаты, и они думают, что жизнь, знаете, здесь такая сказка. Здесь приедешь, и тебе все на тарелочке для тебя поднесут. Будешь зарабатывать миллионы, жить, кайфовать, короче. Но на самом деле это не так. И мне казалось, что многие люди просто не выдерживают от этого, что здесь нужно просто реально выживать, чтобы чего-то добиться, чтобы просто хотя бы жить. И, знаете, иметь какие-то... Что-то... Ну, просто, чтобы просто жить. У тебя было где жить, чтобы была машина. Даже просто для этого нужно реально работать каждый день. А многие люди, увидев на картинке такую красивую жизнь в Майами, они думают, что они приедут сюда, и все будет как в шоколаде. Но спустя какое-то время разочаровываются, и кто-то может с этим смириться и продолжать действовать дальше. А есть такие люди, которые с этим смириться не могут. И получается так, что случаются вот такие вот события. То есть мне казалось раньше, что вот так вот. Но сейчас, мне кажется, немножко по-другому. Сейчас мне кажется, что... Все-таки вот люди такое делают, что они абсолютно несчастны. У людей есть все. Как я уже сказала, что у них есть все. Они были очень известными, популярными, но у них не было, видимо, простого человеческого счастья. И теперь я просто задумалась над жизнью. Жить так, чтобы быть счастливым, а не гнаться за какими-то ценностями, денежными ценностями, не знаю, какими-то. Заработаешь ты себе этот миллион, два миллиона, купишь ты себе, там, я не знаю, красивую машину. И что тебе эта машина? Эта машина сделает тебе счастливой? Да нет, конечно же. Нет, конечно, тебе эта машина не сделает... Абсолютно не сделает счастливой. И просто, знаете, меняются ценности какие-то. Или, может быть, у меня какой-то такой период, что я абсолютно начинаю переосмысливать вообще свою жизнь, пересматривать вообще все-все-все. Не знаю. Вот с такими новостями я с утра на вас нападаю. Вчера, кстати, у меня в Facebook заблокировали мою страничку на Facebook. в связи с тем, что у меня слишком много происходит там активностей. Как ее разблокируют, когда, и без понятия, ничего не знаю. Сейчас я использую свой другой аккаунт. И меня бы, как бы сказать, это немножко расстраивает. Но ничего страшного, это всего лишь Facebook, правильно? Что нас Facebook делает счастливым? Нет, конечно. Вообще много всего происходящего у меня в последнее время как-то расстраивает, не делает счастливыми. Но я двигаюсь дальше. Но я знаю, что я приду к своей цели, поэтому я не отпускаю руки и продолжаю действовать. Сейчас пойду в тренажерный зал, кстати, из себя выбывать всякие дурные мысли. Хочу сделать 20 минут кардио. Хочу сделать упражнения на спину, на плечи, на грудь, возможно, тоже. И сегодня я иду работать. И завтра, кстати, иду работать тоже. Что мне тоже помогает очень проветриться, проветрить свои мозги. И я, видимо, эту неделю всю просидела дома, работала еще что-то, и поэтому у меня начинают какие-то мысли в голове вообще конкретно сгоняться, короче, начинала. А еще вчера мы вечером ездили в мороженое, в кафе-мороженое, скажем так, и я съела мороженое и сломала свое голодание, скажем так. Но ничего страшного. Ладно, все, побежала я в тренажерный зал заниматься, тренироваться, выбивать в себя всякие дурные мысли. Всем желаю хорошего дня, хороших выходных. И уже скоро, совсем скоро, едем на Ки-Вест. Мне вчера здесь проходила какая-то вечеринка. Ненастоящие цели. Они вообще снимают часто от этого места для снега, чтобы проводить всякие вечеринки. А я тренажерный зал. Что я занималась? Сожгла 354 калории в 40 минут. Взяла 20 минут кардио, 25 минут упражнения на руки и немножко на грудь. Зал вообще полный народу, как будто, знаете, все решили с сегодняшнего дня взяться за ума и начать заниматься спортом. На улице, смотрите, как сегодня классно. Приехали забирать стулья со вчерашней вечеринки. Здесь у нее была вечериночка вчера. А я иду пешком и часы пока не выключаю, потому что я знаю, что я сейчас сожгу еще калорий со стопом. Наверное. Классно так.